Шахмат Хотелось бы, чтобы больше шахматистов было молодого возраста, но здесь присутствуют не все молодые специалисты, далеко не все. Есть у нас и молодежь, надо сказать, что Белугин Виктор тренирует у нас школьников, так что заботимся о смене. Александр Никитич – главный специалист ядерного центра, а также научный руководитель отраслевой молодежной школы семинара по безопасности, которая ежегодно проводится в РФЦНЕФ. Александр ведет активную научную деятельность в наградообразующем предприятии, а в свободное время занимается спортом, играет в большой и малый теннис, с детства увлекается шахматами и точно знает, за что любит этот интеллектуальный вид спорта. За красоту комбинации, наверное, скорее всего. Я люблю жертвовать, люблю хорошее комбинационное. Есть, наверное, логическое мышление, есть, наверное, стратегическое, потому что в шахматах нужно выстроить стратегик. Есть тактическое мышление, нужно и не зевать, поэтому нужно быть внимательным. Ну, наверное, шахматы развивают интеллект человека. В жизни Бориса Гриневича шахматы появились более 50 лет назад. Разобраться с фигурами, обучиться различным тактикам и в итоге полюбить эту игру ему помог отец. С тех пор Борис старается не упускать ни одной возможности отточить свое мастерство в шахматах, но при этом относит себя к спортсменам-любителям и считает, что играть в шахматы нужно лишь в свое удовольствие. Для меня самое сложное – это выучить теорию. Слишком много вариантов, слишком много. Надо быть специалистом, надо жизнь посвятить, чтобы играть уже в силу, действительно, там, мастера или респлистера. А так вот, на любительском уровне, как мы, всегда можно поймать кого-то на вариант, потому что никто толком не знает из любителей всего. Система проведения турнира круговая в 13 туров. Контроль времени – 5 минут на партию каждому участнику. Это не так много. Поэтому, чтобы одержать победу над соперником, шахматисты должны быть максимально сосредоточены на игре. И даже во время хода противника спортсмены ни на что не отвлекаются и думают только о шахматной партии. Пытаются рассчитать варианты, думают, как он пойдет. А иногда просто отдыхают, если для себя уже все решил. Смотрят, гипернизируют. Федерация шахмат Российского федерального ядерного центра в НЕФ насчитывает более 50 человек. Многие из них регулярно принимают участие в соревнованиях различного уровня. Одним из последних стал межрегиональный турнир по быстрым шахматам, который прошел в конце июля в ВИКСе. За победу боролись 98 лучших шахматистов из ВИКС и Кулебак, Богородска, Сарова, Павлова, Дивеева, Мурома. Конкуренция была сильная, но сотрудникам «РФИАЦНЕФ» удалось занять места на педестале почета. Это соревнование обычно они проводят на день металлурга. Я уже третий год подряд участвую. В каждых призах. Но, правда, в этом году приз получил как ветеран. Если раньше я получал просто уже как игрок. Но в этом году по ветеранам занял третье место. Еще один игрок федерации шахмат «РФИАЦНЕФ» Юрий Шевердин вернулся домой с серебряной медалью. Своим примером сотрудники градообразующего предприятия еще раз доказали, что шахматы – это отличная возможность заниматься спортом и достигать вершин. Большой приток молодежи с момента начала строительства объекта поставил руководство ядерного центра перед необходимостью введения в перчень первоочередных задач социального развития предприятия «Развитие физической культуры и спорта». И сотрудники градообразующего предприятия с этой задачей успешно справляются и по сей день. Всего на базе «РФИАЦФНЕФ» работают пять спортивных сооружений, которые даже летом готовы принять не только сотрудников института, но и всех желающих. Приятно отметить, что и на лето мы не закрываемся. И, безусловно, наша работа построена на возможность посещения спортивных объектов ядерного центра для всех желающих. Потому что не каждый, наверное, сможет поехать к морю, не у каждого есть возможность куда-то вообще выехать из города. И для этого предоставляется спортивное сооружение. Возобновил свою работу клуб «Прогресс». Совсем недавно здесь закончились работы по благоустройству. Отремонтирован фасад, прилегающая территория и сделан косметический ремонт большого игрового зала. Каждый желающий может прийти и попробовать здесь свои силы в футболе, баскетболе, теннисе, дартсе, армрестлинге. Также в этом году здесь проходят занятия фитнесом и флай-йогой. Зал расположен близко к заводу, где у нас располагаются основные площадки. Вот удобство для занятий работников предприятия, что это близко к месту работы, что можно прийти в обеденный перерыв, что после работы это как бы удобно близко к площадке. И коллективы физкультуры тренируются, имеют возможности. Ну, раз они пришли в здание, да, то вот спектр этих услуг должен расширяться, чтобы не только там в футбол можно прийти поиграть, но можно взять с собой ребенка. Там можно с семьей прийти, что пока мама занимается фитнесом, папа поиграет в футбол. Тех, кто предпочитает залу свежий воздух с 9 утра до 9 вечера, ждут на теннисном стадионе «Рфятскнеф» на улице Куйбышева. Большой теннис доступен для спортсменов любого возраста, поэтому попробовать свои силы приглашают студентов, семьи с детьми, ветеранов. Ракетки-мечи можно взять у администратора. Но и это еще не все. Восстановительный-оздоровительный комплекс «Жемчужина» в районе третьего завода с плавательным бассейном. Работают три дорожки, большой тренажерный зал, оздоровительные сауны работают, что, наверное, сейчас ввиду отключения горячей воды будет очень актуально, потому что на третьем заводе у нас всегда есть горячая вода. КСК «Вангард» на «Сахаров-2» включает в себя как футбольное поле с беговыми дорожками, также стенка для большого тенниса, площадка для пляжного волейбола, просто площадка для волейбола. Спортивный зал, где можно позаниматься мини-футболом, баскетболом, просто группа АФП. И, конечно, спортивный комплекс «Рпятсвнеев». В Большом игровом зале здесь регулярно проходят соревнования по мини-футболу. В Малом зале занятия фитнесом, степ, пилатес, а также тренировки по стрельбе из электронного оружия. Ну и, конечно, тренажерный зал, укомплектованный современными силовыми и функциональными тренажерами. Стараемся для наших работников нашего института проводить здоровый досуг. Да, значит, готовим к соревнованиям различным. Фитнес вообще модное направление. Все хотят быть здоровыми и красивыми. Что для этого нужно? Упорный труд, правильная диета. Мы все им подсказываем, как правильно питаться. Проводим какие-то индивидуальные тренировки, пишем программки. В зале работает высококвалифицированный персонал, который помогает каждому человеку решить его конкретную задачу. От наращивания мыфченной массы, снижения лишнего веса до улучшения осанки. Проводят как групповые тренировки, так и индивидуальные. И даже работают с подрастающим поколением. Подрастают у наших сотрудников дети. Они приходят к нам, индивидуально с ними тренируемся, подготавливаем. Так же, как и в школе, чтобы на уроках физкультуры они были достойные. И так же, опять же, ГТО. Сейчас все заточено на ГТО. Спорт для нас на первом месте. Сразу после тренировки все желающие могут посетить кардиокомнату, восстановить там дыхание, сделать растяжку, позаниматься на эллипсоиде и велосайкле. Инструкторы проводят тренировки и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Наши тренажеры рассчитаны на восстановление даже после реабилитации разных травм, ДТП или еще что-то. У всех разные ситуации в жизни. И поэтому наши тренажеры как раз готовы реабилитировать людей и помогают им в этом. Занятия в спортивных сооружениях «Рфятсвнеф» проводятся в свободном режиме до 15 сентября. Более подробно узнать о наличии свободных залов и расписании занятий можно у администраторов. На одной из площадок кинологического городка принимали зачеты под действием патрульно-розыскных собак. Кинолог дает команду на задержание преступника. Ни выстрелы, ни замахи не должны испугать четверонаугого помощника. Он мертвой хваткой вцепляется в рукав. В роли злоумышленника – помощник судьи, иначе говоря, фигурант. Он помогает судье оценить способности животного, то, как собака реагирует на любые виды агрессии, ее способность вести борьбу с человеком и общую подготовку. Когда она нападает, она находится в возбужденном состоянии. И способность кинолога контролировать собаку в любом ее состоянии, отзыв. Что в жизни всякое бывает, что человек в последний момент может бросить оружие, бросить нож, сказать «я сдаюсь». Только в кинофильмах собака сама принимает решение. Авторы наделяют Рексов и Мухтаров человеческим интеллектом. В реальной жизни, тем более служебно-боевой деятельности, собаки должны все делать по команде кинолога. На заключительном этапе чемпионата проверяется готовность специалистов с минно-разосными собаками по знанию общего и специального курса дрессировки. Общий курс дрессировки – это подразумевается выполнение собаками по командам специалистов приема общего послушания. Ну, то есть, например, сидеть, лежать, переход в свободное состояние, преодоление элементов полосы препятствий. В условиях чрезвычайной ситуации кинолог и его четвероногий помощник должны работать как единое целое. Собака должна слушаться специалиста и понимать его с полуслова, считывать информацию с жестов. Если нужно ползти, то собака ползет рядом. Помимо этого, у нас приемы специального курса, что касается непосредственно работы кинологов по поиску взрывчатых веществ, самодельных взрывчатых веществ на поле, на дороге, в отдельно стоящих автомобилях, малогабаритных вещах, нежилых помещениях. Чемпионат по многоборию кинологов проводится в Приволжском округе в третий раз. В этом году он проводился на базе Саровской дивизии. Участниками стали более 80 специалистов территориальных управлений и специальных подразделений Приволжского округа. Редактор субтитров А.Семкин